Добрый день, коллеги! Меня зовут Эрик Солотло. С 2015 года я возглавляю Центр онлайн-обучения Университета Нархоз. Нархоз — это частный экономический вуз, основанный в 1963 году. С середины прошлого десятилетия в нашем вузе открыты программы бакалавриата заочного отделения, которые сразу приняли на вооружение дистанционные технологии. Преподаватель оставлял на портале в интернете материалы, студенты скачивали и печатали эти материалы, а затем по ним учились. Да, это дистанционное обучение. Однако, поскольку процесс обучения проходит не на платформе, такое обучение вряд ли можно назвать онлайн-обучением. Нам страсть, как хотелось быть в ногу со временем, чтобы студенты учились с телефонов, тогда и там, как им удобно. Тема моего выступления — опыт и перспективы перевода заочного обучения в онлайн. В течение следующих 15 минут я расскажу вам, во-первых, о том, что подтолкнуло нас к переходу на онлайн-обучение. Во-вторых, опишу проект, который лег в основу этого изменения. В-третьих, расскажу о разных стадиях проекта. В-четвертых, продемонстрирую достижения проекта. И, наконец, поговорю о проблемах, свидетелями которых мы стали и которые нам пришлось решать. Начнем с причин. В 2015 году в вузе поменялось руководство. Новый ректор, бывший вице-президент Банка Польши Кшиштоф Рябинский, начал кардинально реформировать весь вуз. Заочные программы в разных вузах Казахстана были похожи, как близнецы. И конкуренция на рынке велась только за счет цены, точнее демпинга цены. Государственные вузы с их почти бесконечными карманами, безусловно, побеждали в этой борьбе. Соответственно, задача была выделиться, предложить клиенту, рынку, что-то особенное. Во-вторых, в заочном обучении отсутствовала система обеспечения качества. В среднесрочной перспективе это неприемлемо, так как происходит отток клиентов при существенном падении уровня качества. Соответственно, задача стояла так. Реформировать все программы заочного отделения так, чтобы продукт этих программ был конкурентоспособным, но не уступал качествам самым лучшим программам, доступным на рынке. Вначале мы привлекли для коротких консультаций лучшего специалиста по онлайн-обучению из Польши. Он поделился с нами литературой, провел мастер-класс. Вместе мы составили первую схему методологии. Это было большим подспорьем для нас. Но далее мы решили заниматься этим самостоятельно. Почему, спросите вы? Потому что в электронном обучении нет велосипедов. Нельзя взять успешную методику из США, принести ее в Казахстан и надеяться, что она будет также успешна. Потому что все в конечном итоге это эксперименты. Конечно, по ходу дела мы консультировались, читали, ездили на конференции, но основной упор был на экспериментирование, прототипов. Такая схема и стала решением, которое мы применили в рамках нашего проекта. Достать, купить технологию, изучить, адаптировать, исследовать результаты, адаптировать и внедрить. Прямо как японцы в 50-60-х годах. Это решение имело еще одно важное достоинство. Внедрение новых технологий всегда ограничено способностью людей на местах, то есть преподавателей, администрации, технических специалистов, ассимилировать эту технологию, быстро научиться ей пользоваться. Зарубежные решения могут просто быть слишком далекими, незнакомыми, и их будет невозможно внедрить. Поэтому важно было привлекать людей на местах в процесс разработки решения, то есть методологии, технологий, методов и скорости работы. Я начал заниматься онлайн-обучением еще в 2003 году. 15 лет назад я работал в Эстонии в Таллиннском университете. Мы выиграли европейский грант на 1,2 миллиона евро. Задачей этого проекта было создать магистрскую программу по европейской интеграции в формате смешанного обучения для студентов Таллиннского университета и университета Тампера в Финляндии. В качестве СДО использовался Moodle. 15 лет назад нам это удалось. Спустя 13 лет в 2015 году передо мной стояла похожая задача, но бюджет был как минимум в 4 раза меньше, и нам снова удалось успешно реализовать проект. Во многом, потому что у меня был опыт работы в онлайн-обучении. Другой причиной успешности нашего проекта в Нархозе была безоговорочная поддержка руководства. Ректор входил в рабочую группу по проекту, все проректора вуза получали отчетность по проекту и когда необходимо участвовали в разных деятельностях проекта. Основным мерилом нашего успеха я считаю стабилизацию и поступательный рост приема студентов на заочное обучение, а также стабилизацию дохода этих программ. То есть наш продукт действительно стал отличаться от продукта конкурентов, и при этом мы избежали понижения качества. Например, через год-два в вузах-конкурентах появились очень похожие копии нашего продукта, хотя и не такие же масштабные, конечно. Мы провели два исследования по результатам проекта, и в обоих случаях студенты и цифры утверждали, что новая методика обучения не хуже, а в чем-то даже лучше традиционных методик заочной, дистанционной и даже очной. В рамках проекта мы создали уникальную методологию преподавания, тренинг, который обучал преподавателей создавать свои онлайн-дисциплины по этой методологии. На основе SDO Moodle мы создали свою платформу онлайн-обучения Narcos.Online. И самое главное, мы создали механизм обеспечения качества. Наш первый прототип был очень прост. Мы находили видео по теме занятия, желательно от зарекомендовавших себя лекторов или вузов. Студенты смотрели видео дома, отвечали на вопросы самопроверки, выполняли тесты и иногда даже задания. В аудитории же преподаватели проверяли наличие пробелов, сомнений, неверного понимания и устраняли их. Все это при помощи диалогов, дискуссий, обсуждения обратной связи. Мы также использовали аудиторное время для презентации групповых заданий и общения между студентами. Поскольку многие методы преподавания были новы, каждый преподаватель готовил для себя подробнейший сценарий каждого занятия. Фактически первый прототип, в котором мы использовали муки, это было смешанное обучение. Правда, вместо SDO у нас был Google Диск. Параллельно мы начали строить методологию на основе SDO Moodle. В конце 2015 года мы запустили тренинг для преподавателей по созданию онлайн-дисциплин. На тренинг записалось 96 человек, ходили постоянно 60, успешно прошли тренинг 32 и защитили свои дисциплины перед специальной комиссией 16. В дальнейшем те, кто хотел преподавать на заочной форме обучения, должны были пройти тренинг и создать онлайн-дисциплину по новым требованиям. Далее тренинги проходили уже на рутинной основе раз в семестр. В 2017 году мы занялись доводкой платформы. Была создана система копирования всех курсов и платформ, система моментальной технической и академической удаленной поддержки студентов и преподавателей, студии звукозаписей и записей видео. В следующем году, к началу 2018 года, на платформе постоянно училось более 1200 студентов. Были созданы экспериментальные смешанные дисциплины для бакалаврята и магистратуры. Была создана система, позволившая администрировать и сдавать экзамены на Moodle всем студентам университета. В частности, на Moodle создавалось расписание всех экзаменов, индивидуальные расписания рассылались студентам и преподавателям по почте и были доступны в личном кабинете. Преподаватели проверяли работы и выставляли оценки прямо на Moodle. Студенты подавали апелляции тоже через Moodle. В марте 2018 года проект стал стабильным, бизнес-процессы были прописаны, штат линейных подразделений освоил Moodle и проводил тренинги для преподавателей, технические сбои стали редки. И, соответственно, мы передали проект линейному подразделению университета Центру дистанционного обучения, который ведет проект поныне. Вот так выглядит наш Moodle сегодня. Это главная страница, это личный кабинет, это страница дисциплины. За время проекта мы обучили создавать онлайн-дисциплины более 100 преподавателей вуза или около четверти от всего профессорского преподавательского состава. Наши преподаватели создали более 200 уникальных дисциплин, на которых учатся ежедневно более тысячи студентов из шести городов Казахстана. Но самым главным достижением, я считаю, создание команды специалистов, педагогических дизайнеров, программистов, операторов-монтажеров, сценаристов, руководителей проектов. В отличие от России, в Казахстане таких людей надо выращивать, как в теплице, потому что самородки встречаются здесь очень редко. Благодаря команде мы смогли вывести свой ноу-хау на рынок. Создали компанию e-learning lab или лабораторию решений для онлайн-обучения. И теперь мы обслуживаем разные казахстанские компании. Занимаемся также популяризацией онлайн-обучения. Недавно прошел второй некоммерческий хакатон, в котором мы выступали как соорганизаторы. Хакатон собрал большинство педагогических дизайнеров Алматы, и они всего за два дня создали пять онлайн-курсов для некоммерческих неправительственных организаций. Конечно, проект не прошел без трудностей и проблем. Наше самое главное беспокойство было связано со способностью наших преподавателей освоить программное обеспечение. Это и Moodle, но также авторинговые программы, такие как Comtage, Articulate и так далее. Мы сделали методологию как можно менее нагруженной технологическими требованиями. Мы создали более 45 обучающих видео о том, как работать в Moodle. Полагаю, на сегодняшний день это одна из крупнейших коллекций видео Moodle на русском языке. Вы можете найти ее на YouTube-канале под названием Narcos.Online. Преподавательницы, которые в начале тренинга спрашивали, куда подключать наушники, через два месяца достаточно свободно настраивали тесты в Moodle и загружали туда видео. Возможно, здесь сыграла свою роль система мотивации преподавателей. Конечно, для самых успешных из них были предусмотрены бонусы. Они получали карт-бланш на преподавание в заочной форме обучения. Но самым важным было то, что мы сумели убедить преподавателей в ценности этой программы лично для них. В первую очередь через позитивный внутренний пиар, разумеется. Но и через терпеливое, очень уважительное отношение к ошибкам преподавателей в рамках тренингов. Мы начали свой онлайн-университет с нуля. В команде только у меня был достаточный опыт и лернинга. Мы совершали много ошибок, но мы постоянно учились. И у нас была поддержка и доверие руководства вуза. Это было очень важно. Это позволило нам не суетиться, не спешить излишне. Дало время для постепенного поступательного, такого инкрементального развития шаг за шагом и экспериментов. В этом, собственно, и заключается успех нашего решения. Мы экспериментируем и экспериментировали, исследуем, внедряем, проверяем, замеряем, экспериментируем снова. Не всегда проблемы решить удается. Когда вы делаете что-то новое, это может пугать других людей, потому что это значит, что им тоже придется поменяться. Поэтому инновации никогда не принимаются на ура, пока не проходит время и они не становятся частью менталитета. И эта проблема верна до сих пор в отношении онлайн-обучения в нашем вузе. О наших планах. У нас уже есть экспериментальные смешанные дисциплины в бакалавриате. Их методология, правда, была проста, но, как показал опыт, достаточно эффективна. По отзывам преподавателей и студентов, учиться и преподавать в смешанные дисциплины им понравилось. Сегодня мы строим новую, более актуальную методологию смешанного обучения. И к 1 сентября 2019 года запускаем курс по микроэкономике в этом формате. Цель – перевести все самые востребованные дисциплины в этот формат. Смешанное обучение позволяет существенно повысить уровень освоения результатов обучения за счет высвобождения аудиторного времени и внедрения активных и интерактивных методов обучения. И снова мы учимся у лучших. Проходим курсы на Курсера, читаем книги, посещаем конференции. Но сутью нашего успеха все также остается возможность экспериментировать и накапливать бесценный опыт. На этом, коллеги, все. Спасибо огромное за внимание. И я с радостью отвечу на все ваши вопросы в ходе дискуссий.